всем привет мы начинаем наше новое видео это вообще новая рубрика это рубрика прогулки по городу с урбанистом мы решили завести такую рубрику где мы будем гулять по чикаго и рассказывать про то что здесь происходит в разных районах города и самое почему вообще решили это сделать я и мой друг который занимается инжинирингом мы решили объединиться и походить по разным местам я изучаю город с точки зрения городской структуры комплексных систем этого города я учусь на программе докторантуры в урбанизме непосредственно мы четвертый год поэтому про чикаго я изучил довольно много уже всего есть что рассказать поэтому в чикаго вообще 77 маленьких районов и поменьше округов и вот мы сегодня приехали в один из таких округов это north side и находится чуть севернее чем центральная часть города и вот мы сегодня походим здесь на north side тут пять маленьких районов и посмотрим вообще что здесь есть и начинаем с логан square мы сюда приехали на метро довольно неплохой общественный транспорт вот конкретно в этом месте поэтому погнали будем смотреть районы заходим на знаменитую как знаменит не такой как хайлайн парк нью-йорке но похожую вещь который называется six of six 606 и это такая пешеходная дорожка сделана из бывших трамвайных и путей поезда и тут очень много людей бегают катаются на велосипедах сейчас немножко прогуляемся по ней вот этот вот маршрут six of six он порядка нескольких миль нескольких километров и это самый длинный такой вот маршрут на бывших путях в сша и 2 по длине в мире то есть довольно популярный был построен не так уже давно ну не то что построен был вот переделан вот в эти вот заросли зеленые и прогулочную зону в 2015 году ну и с тех пор является таким вот интересным местом популярным местом для прогулок и что еще интересно почему так называется 606 это потому что все индексы в чикаго начинают с 606 например индекс нашего университета это 606 07 то есть тем самым 606 говорит о том что как раз вот в чикаго все индексы начинаются на эту цифру здесь такие сидячие зоны и люди продолжают кататься на велосипедах бегать гулять с собаками очень полярное место здесь очень приятно детские площадки вдоль вот этой всей дороги вот например такая вот зажатая среди кустов довольно типичная архитектура для этого района такие старые дома вперемешку и новые здесь тоже есть но в целом такие они довольно исторические вообще этот район был создан он тут собаки например район был создан в 1830 году и присоединен к чикаго чуть позже и назван генерала логана лейтенант логан вообще логан сквер интересен тем этот район что здесь есть бульвары вообще бульвары что-то такое не особо популярное для сша то есть конечно в москве бульварами проблем нет а здесь бульвар это редкость и вот как раз одни из тех небольших бульваров это как раз хамбл бульвар в логан сквер вообще чем этот район популярен сейчас тут довольно крутое жилье довольно дорогое и тут живут многие студенты и молодежь то что есть бары и этот район вообще очень активно джентрифицируется и процесс джентрификации я об этом немножко рассказывал к гуляли как раз по хайлайна в нью-йорке джентрификация это когда район переделывается активно из своего существующего состояния в довольно такие вот богатые районы ну и цена соответственно сильно сильно возрастает то есть логан сквер один из тех районов который джентрификации которого коснулась сейчас она здесь происходит вот хороший пример вот только я сказал про джентрификацию как есть здание которое строится вот прям на глазах и скорее всего цена на недвижимость здесь вырастет в полтора раза когда ремонт закончится это бич сша в целом что многие дороги они особо оборудованы для пешеходов например здесь вроде бы есть переход на бульваре но знака нет и никто не уступает не уступают здесь в районе очень много живет немецких переселенцев вообще европейских и очень много и католических церквей и лютеранских вот это вот такая красивая лютеранская церковь еще одна большая церковь на районе католическая на сей раз и там написано на входе бивенидас асукаса что на испанском языке что говорит о том что здесь в принципе довольно много латиноамериканского населения то есть тут и welcome home по-английски и бивенидас асукаса тут здание школы не очень понятно какая школа старшая младшая но такое довольно красивое старое здание подошли к школе и тут вот есть такой вход girls entrance то есть вход только для девочек сейчас обойдем это здание возможно там будет вход только для мальчиков и и и и и и итак мы подходим пришли точнее уже на площадь которая сама называется логан square то есть нейбро ход лонга square то есть район логан square он называется в честь вот этой вот площади где мы сейчас находимся и здесь есть такая вот главная вещь это монумент построенный здесь в честь столетия иллинойса как штат он построен в 1818 году и вот такой вот большой момент и наверху находится кстати орел который находится еще и на флаге иллинойса там наверху архитектор вот это вот непосредственно монумента тоже интересный тот кто построил мемориал линкольна в вашингтоне где мы недавно были я оставлю здесь ссылочку на видео про вашингтон то есть этот же тот же архитектор довольно известная церковь это лютуранская норвежская церковь норвежцы здесь тоже живут вот сейчас она на реконструкции называется минин киркен киркен как можно угадать это церковь и тут даже есть флаг норвегии рекламирует мероприятие taste of norway такие интересные витражи и вообще церковь была построена в 1912 году тут везде везде норвежские флаги даже празднуют норвежский день конституции 17 мая вот это вот называется в общем-то парком сады и тут довольно таких много мороз вообще они довольно популярны в чикаго везде есть вот такие вот граффити но они не то что заброшенный граффити где попало именно такие вот рисунки вот это вот одно из тех мест их довольно много мы подходим к логан театр это кинотеатр логан он был построен в 1912 году очень старый больше ста лет кинотеатру и вот он так выглядит сайте довольно типично выглядит таким вот входом где вот тут вот кассы вот таких кинотеатров довольно много и вот это один из них мы переместились в другой нейбор ход другой район на который называется эвандейл и он чуть победнее так скажем здесь очень здесь пахнет сиренью потому что здесь вот сирень прям за мной какой запах сирени стойки стоит тут очень большое население восточноевропейцев это поляки белорусы которые приехали сюда после после войны и особенно в 90-е после того как развалился советский союз и как коммунизм вообще ушел из европы вот сюда многие переехали такие особенно идейные люди и потом позже в 90-е тоже сюда приехала очень большое население поэльтариканцев центральная америка панама то есть здесь довольно много латиноамериканского населения и вообще девиз вот этого района это where eastern europe meets latino america то есть где европа встречается с латинской америкой мне кажется очень правда потому что здесь с одной стороны такой вот дух вот этот вот латинской америки такосы и мексиканская музыка на улице а с другой стороны тут католические храмы и такое все строгая строгая архитектура и как раз сейчас мы подходим вот к большому храму довольно известный католический храм сюда приезжали довольно много всяких там известных людей лидеров там джордж буш сюда приезжал когда-то там с речью то есть считается что если хочешь встретиться с польской с польским населением то надо приезжать вот в этот центр и здесь как раз встречаться и храм огромный сейчас нам пройти поближе она называется базилика святого ядска яка вот она и она построена была в 2017 году вот видимо обновлена здесь третьем и она такая очень масштабная и массивная посмотрим открыты ли двери но главный наверное нет потому что они слишком уж помпезные интересно около храма вот такие вот флаги тут флаг америки флаг польши и флаг ватикана он здесь вот что очень необычно интересно но здесь у нас польские флаги польская школа вот польские мальчики нарисованы польские девочки например польша здесь нарисована и большие большие польские флаги Виват Конституция 3 мая Написано Вообще в районе довольно приятное жилье Вот эти вот, например, дома, они новые Такие довольно классные Но сам район Такой немножко победнее, то есть вокруг церкви Здесь так, в принципе, все ухожено Вот мы сейчас шли через такие вот Более латинские районы И там немножко мусор на улицах Немножко так все Поломано Такой здесь орел Гигантский Эван Дейл Это очень такой район С большим количеством латинос Попалечно вот это Пуэрто Рико Наверху флаги Например, Колумбии Есть, Никарагуа То есть тут прям большое такое население Латиноамериканское В магазине все, что продается Все продается с Латинским Подогнает латинская музыка Пуэрто Рико Много-много-много-много латинских флагов И вот в Эван Дейле Немножко другие здания Вот в Логан Сквер до этого Были такие вот кирпичные Типичные чикагские здания Здесь больше деревянные С таким граунд флором Первым этажом И, ну, довольно зелено То есть, в принципе, такие проезды Зелененькие Довольно приятно Мы идем по главной улице Района Эван Дейл И тут много Мексиканских всяких ресторанчиков Это уж похоже на Пилсон Например, Neighborhood Где мы жили У меня тоже есть видео про Пилсон Это, в основном, мексиканский такой район А вот здесь Ну, тоже Латинская Латинская комьюнити С разными такими заведениями Здесь еще более старая Лютеранская церковь Конкордия Кирхе И она была построена В 1892 году Такие симпатичные Золотые кресты в ограде И вот они говорят, что 125 лет церкви Перейдя через реку Мы оказались в районе North Center И тут вот такая вот Композиция И это университет Де Пол Это крупный университет Он не только здесь Здесь как бы один из его Небольших частей кампуса Но вот интересная скульптура На входе в университет И вот как раз мы входим В этот район И он нас встречает Вот такими вот Довольно стильными Новыми домами Здесь тоже Коснулась Джентрификация И они тоже делают Такие новые дома Из старых Запущенных Кромзон Я сейчас нахожусь на плазе На такой Довольно Обычной плазе С магазинами И кафе Но на самом деле Это не обычная плаза Потому что На этом месте Был расположен Самый крупный парк Аттракционов В мире И он был тут С 1905 года По 1967 И после этого Снесли И на его месте Построили Полицейский участок Парковку И вот этот Торговый центр Но раньше Тут были огромные Аттракционы И в принципе Тут как раз Все это располагалось А сам район North Center Где мы сейчас находимся Это район Где было Огромное количество Переселенцев Из Европы Немцы И вот за мной Там вот есть труба Ее видно издалека Там находился Завод кирпича И вот здесь Как раз Производили кирпич Для В общем-то Всего города Поэтому этот район Называется Бриктаун Ну это не район Это маленький Такой вот Маленький район Внутри Другого большого района То есть Бриктаун То есть Брик кирпич И как раз Вот здесь Было производство кирпича Ну и после этого Все здания Тут строили Из Опять же кирпича Полицейской станции Тут множество Полицейских машин Вообще всяких разных И где сейчас Находится Полицейская станция Вот это раньше Тут был Парк Ну вот Полицейская станция С большим количеством Полицейских машин Здесь Одно из Классных мест Здесь Это Японское кафе Мы решили Сюда зайти Такое довольно Симпатичное Как пишут Это типа Лучшее место В этом Нейборхуде И тут Вот такие Зеленые стены И Крутина не моя Тут на районе Есть такие вот Стоечки С книгами У нас тоже Есть у дома Мы даже там Однажды брали Какую-то книгу Обменивали Тут можно Принести свою Книгу Поставить И взять Другую Вот Даже Вон Звездный Войн Например Ставят книга Довольно Неплохо Этот район North Center Был признан В каком-то 2015 По-моему Году Одним из лучших Нейборхудов Районов Чикаго Для Жития Вообще Все вот эти районы Где мы сегодня Ходим Они довольно Богатые И довольно Такие Считаются Очень хорошие Для жизни Довольно Ухоженные Тут даже Нечего Поснимать Какую-нибудь Разбитую Дорогу Или что-то Такое Что Не очень Хорошее И вот Например Очень интересный Исторический Дом Он сделан Из дерева Деревянные Колонны Похож На какой-то Такой Древний Особнячок Тут много Таких Домов А еще Стоит сказать Как этот район Пришел К своему Такому Возрождению После Пожара Знаменитый Чикагский Пожар 1891 Года Где был Божар? Это 18 1871 После пожара 1871 Года Это Великий пожар Чикаго считается После этого Начали Вот многие Деревянные Дома Тут Перестраивать В кирпич Как раз Здесь был Кирпичный Заводик И вот Постепенно Постепенно Этот район Стал Бриктаун Ну и Соответственно Вот Такие Кирпичные Дома Все Больше И больше Появляются Это Довольно Типичная Конструкция Когда Есть Дом Есть Вот Такой Вот выход И есть Такой Небольшой Задний Дворик Между Гаражом И домом Где Как раз Вот Кто-то Что-то Выращивает Какие-то Столики Стоят Гриль Обязательно Должен быть Довольно Типично 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 Этой Местности Сейчас В рамках North Central Neighborhood Есть Такое Место Как Роск Village Ну Как бы Деревня Вот Роск Как Они Называют И Вот Надпись Такая Классная The Village Within The City Что значит Что такая Деревня Внутри Города То есть Это как Небольшой Район Но он Действительно Чувствуется Как будто Здесь Прям Деревня Деревня Так Люди Гуляют С собаками Прогуливаются На велосипедах Катаются Люди Бегают И вот За нами Типичный Школьный Автобус Желтый Школьный Автобус Из Фильмов Мультиков Очень Приятное Место Мне очень Нравится Этот Neighborhood Такая Очень Очень Приятная Атмосфера Так Мы находимся В новом Нейборхуде В новом районе Это Лейк Вью И Лейк Вью Это Самый Крупный Район Чикаго По населению Здесь живет Очень много Людей Потому что Здесь Очень много Высоток И Ну и В принципе Низких Домов Тоже Достаточно Но Много Таких Высоких Зданий Которые Расположены По Берегу Озера Мичиган Этот район Вообще Довольно Популярный Он находится Очень близко К центру Тут Если там На машине Десять минут Езды Если на метро Там Двадцать Может быть Создано Было Поселение Примерно Лет Двести Назад Здесь Раньше Жили Нейтив Трибс Это Традиционные Индейские Племена Ну и Что Интересно Здесь Есть Вот Такой Вот Джуиш Комьюнити То есть Это Еврейская Комьюнити И Здесь Самая Крупная ЛГБТ То есть ЛГБТ Комьюнити В Чикаго Крупнейшая И Тоже мы Сейчас Туда Подойдем Там Довольно Такое Популярное Тусовочное Место Очень много Баров И мы Подходим К одному Из самых Таких Известных Мест В этом Районе Это Такое Место Куда Съезжаются Все Фанаты Бейсбола И Это Ригля Филд Ригля Филд Это Домашний Стадион Чикаго Капс И Это Очень старый Стадион Был построен В 1914 Году То есть 100 лет Назад И Он считается Одним из Таких Самых Известных Бейсбольных Стадионов Вот Конечно Движуха Вокруг Очень Много Людей Я был Причем На бейсбольных Играх White Sox Это Вторая Команда В Чикаго То есть Их две Чикаго Капс Чикаго White Sox Я был На той Арене Но не Был Здесь Никогда Вообще В этом Районе Поэтому Очень Здорово Здесь Оказаться И Надо Подойти Посмотреть Это Стадион Конечно Здесь Изображены Звезды Места Команды Бейсбол И Вот Знаменитая Таблиточка Рига Фил Очень Популярная Все Люди Фотографируются Вообще Это место Считается Для Чикагсов Очень Таким Знаменательным То есть Все Чикагсы Считают Должным Сюда Обязательно Сходить На Игру Даже Если И Мы Сюда Сходим На Игру Посмотреть Хотя Бейсбол Очень Сомнительная Игра На самом деле Три Часа Не Особо Интересные Какой-то Движухи И Вот Пожалуйста Еще Один Памятник Мемориал Какому-то Игроку Вот Здесь Стадион Риглифилд И Бейсбольный Стадион Сделан Таким Образум Что У них Не Все Четыре Стены А Только Две То есть Домов Вот Там Вот Наверху Сделал Сидячие Места И Я Прочитал Что Здесь Довольно Часто Продают Действительно Билеты То есть Это Отдельное Здание Это Просто Какой-то Жилой Дом Где На Крыше Сделали Вот Такие Вот Места И Люди Там Пожалуйста Смотрят Бейсбол Это Довольно Симпатичная Лютеранская Церковь Современная Церкви Могут Выглядит Вообще По-разному Вот Мы Видели Столетнюю Церковь Лютеранская И вот Эту То есть Между ними Такая Разница В дизайне Мне кажется Это здорово А Это То место Куда Можно Привязать Свой Велосипед Тоже Очень Прикольно В районах Которые Вот Здесь Недалеко От Озера Практически Уже Подошли К озеру Очень популярны Вот Такие Жилые Комплексы Такие Высокие Которые Муравейники Человейники То есть Тут такой Фонтанчик Они называются Кондоминимумы И Мне они Совершенно Не нравятся Они Пугают Мне кажется Что Ничего нет Вокруг Есть только Вот эта Башня Очень Похожа На Многие Российские Районы На Окраинах Городов Так что Здесь Тоже Это все Есть Такие Вот Большие Пугающие Человейники Или Например Вот Это Вот Здание Тоже Вот Такой Понтовый Типа Вход Золотыми Дверьми Но На самом Деле Тут Очень Сложно Представить Как Здесь Можно Жить Особенно Вот Там В углу Например Вот Есть У тебя Вот Здесь Где-нибудь Квартира И Что Ты Будешь С этим Делать Единственное Что Может Здесь Хорошо Это Вид Вот Туда Потому Что Озеро Мичиган Находится Прямо Вот Здесь За Деревью Подходим К Интересному Месту Это Храм Шалом Называется И Это Синагога Одна из Крупнейших И Вообще Мы Сейчас Пришли В район Который Называется Джуиш Таун И Здесь Очень Очень Много Евреев В этом Районе Главный Вход Тут И Минара Тут И Звезды Давида Довольно Такой Симпатичный Большой Храм Вот Сейчас Мы Идем Как Раз У Этого Храма Вообще В этом Районе Существует Четыре Синагоги Такие Крупные То есть Здесь Много Маленьких Различных Там Учреждений Но Крупные Синагоги Четыре И Вот Эта Синагога Была Построена В 1867 Году То есть Много Лет Назад И Как Раз Она Обслуживает Большую Часть Местных Евреев Это Кстати Евреев Которые Как Раз Живут В Этом Районе Так Мы Пришли В Бойс Таун Как Раз Здесь Уже Вот Вывески Бойс Таун Много Радужных Флагов Постепенно Они Начинают Появляться И Сейчас Мы Как Раз Идем К Центру Вот Например К Центру Где Есть Legacy Walk Это Такая Прогулка Посвященная Развитию ЛГБТ Населения Как раз Здесь В этом Районе И Здесь Очень Симпатичные Такие Дома Они Вроде Как Старые Но При Этом Они Довольно Стильно Сделанные Бары Пабы Люди Сидят В Заведениях Интересно Тут много флагов разных стран, вот Швеция, Канада. Интересно, например, что здесь есть флаг России рядом с Бразилией, вот дальше Франция. Много-много флагов. Очередной католический храм, вот Roman Catholic Church. И он находится в Бойстауне. Это одна из самых крупных церквей в Чикаго. Вообще, по размеру. И вот это главная улица Бойстауна, которая сейчас закрыта для автомобилей, то есть здесь можно ходить. Причем она закрыта довольно временно, то есть только вот на лето там стоят оградительные знаки. А сейчас здесь вот просто бары, люди гуляют, вот открытые террасы. Ну и хочется сказать, что вообще в Чикаго сейчас уже ну практически все вернулось к нормальной жизни после пандемии, то есть люди носят маски на улицах, но в принципе, вот, например, в барах и кафе все забито, люди сидят, отдыхают. Очень приятное место. Музыканты. В Чикаго очень популярны вот такие вот маршруты поездов. Это метро сверху над землей. Ну, под землей тоже есть в центре, но в основном она над землей. И вот сейчас как раз мы стоим буквально вот под путями, где скоро поедет поезд и люди здесь живут. Вот если посмотреть, вот тут гаражи. Вот, например, вот здесь гаражи, тут дома. И вот грохочущий поезд проезжает прям вот под окнами. Не очень, конечно, наверное, здорово так жить, но что есть, то есть. Мы стоим у здания, которое вроде бы давит, является таким вот обычным зданием, построенным в конце 19 века, но на самом деле это historic landmark, то есть историческое здание, построенное в 1895 году. И оно интересно тем, что здесь жил Чарли Чаплин. Он сюда приезжал на год в Чикаго в 1915-16 годах. И он останавливался именно вот здесь. И здесь он написал какие-то свои три картины. То есть довольно интересное историческое место. Возможно, вот именно вот здесь, где я сейчас иду, он тоже здесь гулял и придумывал свои пьесы. Мы приближаемся к другому району, району Линклинд Парк. Как раз через дорогу, буквально вот этот будет уже другой район. Это очень интересное здание. Это какое-то главное здание оленей США. И это очень интересно, значит ли это, что там работают олени или что. Здание прикольное. Очень такое необычное. Хотелось бы туда внутрь попасть, но мы не олени. Вряд ли нас пустят. Это интересная статуя, посвященная Гёте и вообще всему немецкому народу. German people, Germans of Chicago. Эту статую поставили в 1913 году. А вот с той стороны стоит интересная золотая статуя. Вот там она переливается на той стороне на фоне всего города. Итак, мы в Линкольн Парке. Это последний из пяти районов этого округа, куда мы сегодня приехали. Линкольн Парк – это один из самых таких богатых, зажиточных районов вот этой части города. Да и вообще всего города, на самом деле. И это довольно старое место. Раньше, на территории Линкольн Парка, Линкольн Парк – это не только парк, это сам район называется так, потому что тут где-то громадный парк. И раньше было, он назывался по-другому, он назывался Лейк Парк. И вообще это было кладбище. Тут было захоронено множество пленных конфедератов после войны Севера и Юга, то есть тех, кого брали в плен на Юге. Здесь их потом хоронили. И когда здесь решили сделать непосредственно парк, получилось, что их надо перезахоранивать, начали изыскание. И на самом деле тут до сих пор находят останки вот этого кладбища. То есть такое место немножко таинственное. Но при этом оно очень классное. И сам парк, вот этот Линкольн Парк, это второй по посещаемости парк в США. После Централ Парка в Нью-Йорке вот этот как раз один из самых главных и крупнейших парков в стране. И здесь огромная территория. В основном на территории этого парка находится зоопарк, то есть занимает практически всю территорию. Он бесплатный для посещения, то есть такое одно из любимых мест, людей в городе, вот так вот оттахнуть выходной. Вот, поэтому классное место, прогуляемся по району. В Чикаго очень много яхт-клубов, вот это один из них, как раз мы заходим на территорию, вот так вот хранят яхты. То есть их сюда привозят, они здесь даже зимуют иногда. Вот эти вот уже спущены на воду. И как раз сейчас подойдем к воде, где уже стоят много яхт, потому что сезон уже открылся. И вот он яхт-клуб, тут стоят много уже яхточек. И отличный вид на город, вот там вдалеке центр города. Как всегда у воды тут обязательно живность, вот гуси, например. Hey, how are you? В парке довольно интересный такой холм, на котором стоит статуя. И вон, кстати, белка прыгает. Ну, самое интересное, что отсюда можно увидеть, это вот это вот здание, которое находится сейчас за деревом. В нем жил знаменитый архитектор, художник Ладло Махой Нать. Он известен своим пребыванием в школе Баухаус. И потом он приехал сюда, в Чикаго, преподавать в IIT. Это технологическая школа или университет, как он здесь сейчас называется. И вот в этом высоком вот, ну, не совсем вот в самой башне, вот в доме слева, он жил, когда был в Чикаго. вот сам Линкольн парк. Тут зоопарк есть, и тут есть вот тот вот ботанический сад, который находится в самом конце парка. И видео про ботанический сад уже было. Мы сюда приходили несколько лет назад до пандемии, до всего. Мы спокойно туда заходили, сейчас она закрыта временно. И Линкольн парк, вот этот зоопарк, который находится вот прямо здесь, очень популярное место, один из самых посещаемых зоопарков США. Это как раз вход в зоопарк, главный вход. Опять же, внутрь мы не пойдем, потому что мы там неплохо все изучили, мы были пару раз там уже, и сейчас там необходимо делать запись заранее, чтобы туда попасть. Интересно, здесь есть парк, посвященный волшебнику в стране Оз, вот тут прямо так он называется, Оз парк. И вот тут вот стоит железный дровосек на входе, и дальше там есть небольшие статуи других персонажей тоже. Сейчас пятница, вечер, и тут очень-очень много людей сидят на траве, кто-то пикник ест, кто-то играет в мячи, кто-то там танцует, играет музыка, и тут очень-очень много детей, все гуляют с собаками, то есть этот парк максимально популярный. И тут у нас Дороти, Элли с татошкой. По всему парку стоят вот такие вот статуи. И очень много людей, дети, вот там вот идет игра в бейсбол, тут сидят на гамаке. Вот это интересное место в Линкольн парке, это Маккормик Роу, называется. Это такой набор одинаковых зданий, вот они по правую руку и по левую от бульвара. Это исторические здания, они внесены в список исторического наследия Чикаго. Такое вот закрытое место здесь, то есть бульварчик такой между этими зданиями. И они, видимо, очень старые, они были известны театр Victory Gardens, тоже такой он здесь находится, в этом neighborhood. худи. Похоже, он сейчас закрыт, но выглядит вот так вот старинно, интересно. Очень похож на тот, который мы уже сегодня видели на Logan Square. Ну и в таком приятном месте в Линкольн парке мы завершаем нашу прогулку. Мы прошли сегодня около 20 километров вот по этому району, по этому округу. Надеюсь, что прогулка понравилась и, по крайней мере, мне очень понравилась. Это настолько разные вот они все здесь места, то есть какие-то польские районы, какие-то немецкие, то есть в принципе все это очень интересно. Спасибо, что посмотрели и мы будем продолжать вести эту рубрику. Будем ездить по разным местам. Вот это место это такой очень хороший район. Может быть, когда-нибудь мы приедем и в не очень хороший, чтобы тоже показать, что там происходит. Так что всем спасибо, до скорых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok